Украинские вооруженные силы получили опыт столкновения с сильно технически оснащенным противником. Мы знаем слабые стороны этой технической оснащенности и этой необъявленной войны, когда пребывание даже российских войск на нашей территории отрицается руководителями соседних государств. Мы знаем, что нужно делать. Нам нужно определенное время, чтобы скорректировать планы обороны. Но в те города, которые мы освободили, мы эти города будем отставить. Именно поэтому в самообороне вашего города было сказано, что если бы пришло время готовиться к непосредственной обороне города, то мы бы давно скоординировали с ними планы такой обороны. Но нужны ли городу такие отряды? Отвечаю однозначно. Да, нужны. К сожалению, даже после освобождения Краматорск остается прифронтовым городом. К сожалению, есть жители города, которые посчитали возможным вооруженный реванш, у которых есть оружие, которые совершают в городе провокации. Вы слышите стрельбу на окраину периодическую. Это как раз вот эти группы. Бороться с этими группами, охранять коммуникации города, охранять инфраструктуру города и должны отряды самообороны. Примером в этом является Мариуполь, когда жители города превратили свой город фактически в крепость.